Всем привет, новое видео на канале, и сегодня мы поговорим об игровых ноутбуках. Перед вами два экземпляра, слева Asus, справа Asus, это Rockstrix, соответственно, Escar 17 дюймов на i7, а это у нас Asus VivoBook, принципиально разные ноутбуки, оба игровые, с разными мониторами, 17-я, диагональ 15,6, OLED-экран 120 Гц, IPS-экран Full HD 144 Гц. Вкратце расскажу, как у нас оказался этот ноутбук, вот с такими вот характеристиками, если вам интересно. Внутри у нас, как на всех производительных машинках, вообще на всех ноутбуках, установлена система охлаждения, естественно, с расходными материалами в виде термопасты и жидкостного охлаждающего элемента в виде жидкого металла. Это такая штука, которая уносена на видеоядро, на термопрокладке, и при замене человек думал, что он справится, не справился, снес к херам все это дело, размазал, условно говоря, при попытке снять с материнской платы остатки вот этого жидкого металла, он, естественно, разбрызгал, можно сказать, это по компонентам этой платы, и после этого произошло короткое замыкание, и мы чистили плату. А этот ноутбук, ноутбук на данный момент я его владелец, вот такой вот, по характеристикам i5-12500, 16 гигов оперативки, единственный минус, она распаяна, про него будет отдельное видео, получали мы его на Wildberries. Здесь 120 Гц экран, OLED, естественно, DCI-P3 полностью стопроцентный охват, также у нас он 2К, то есть 2800 на что-то там с копейками, и посмотрите разницу, давайте откроем YouTube, один и тот же ролик, здесь тоже откроем YouTube, и вы сейчас увидите, конечно, может быть, картинка, которую я сейчас записываю вам, не передаст, но он вроде как видно, да? Какая разница? Давайте начнем здесь и здесь. Просмотр, блеклая матовая матрица, глянцевая яркая OLED-матрица. Естественно, этот ноутбук предназначен для, как они пишут сами, творческих личностей, работа с контентом, работа с видео, работа с фото, четкое понимание картинки, как она должна выглядеть, и у него есть прекрасная возможность поиграть. В нем установлена мобильная видеокарта от NVIDIA RTX 3050. Здесь у нас i7 Proc, тоже ноутбучная видеокарта от NVIDIA 2060. Собственно, этот ноутбук стоит 250 тысяч, этот ноутбук стоит 100 тысяч, немножко разница по диагонали. Этот весь из себя брутальный, проходит тест на MacBook, потому что вот эта часть нижняя, она тяжелая, и экранчик очень хорошо открывается одной рукой. Здесь вот эта часть легкая, он также из пластика, здесь он матовый soft-touch, он будет дороже. Здесь он такой, ну, тоже немножко soft-touch, но шершавый. Но одной рукой экран у нас не открывается. Собственно, к чему видео? Если вы что-то делаете со своим ноутбуком, при этом человек, владелец вот этого ноутбука, он просто хотел поменять 16 гигов оперативки, сам самостоятельно купил, поменять на 32, то есть 2 по 8 снять и поставить 2 по 16, решил поменять термопасту, не понял, что там жидкий металл, попытался его снять аккуратно, попало, замкнуло, коротнуло. В итоге ноутбук не включался. Ему повезло, он отделался, можно сказать, легким испугом по одной простой причине. Это только проводящий жидкий металл, и если бы он попал, затек под проц или под видеоядро, то непосредственно все бы коротнуло именно там, и пришлось бы менять материнскую плату в сборе, она от 60 тысяч. Здесь ограничились чисткой, устранением коротких замыканий и так далее. Про этот ноутбук будет отдельные характеристики. Я впервые за 10 лет пользования макбуком перешел, постепенно перехожу на Windows-систему, здесь установлена десятка, здесь 11-я винда. Расскажу о своем методе, скажем так, можно сказать, опыте использования, получается ли у меня, это пока еще не очень получается, это нигде надо привыкнуть, на работе приходится работать в экосистеме Windows, я привык к MacOS, здесь много моментов для меня непонятно, много моментов выбивается из головы, и поэтому привыкаем. Поиграть можно там и там, разница в 2,5 раза, ну а вы будьте внимательны и делайте обслуживание своего ноутбука согласно его техническим характеристикам. И внутри не у всех одно и то же намазано, скажем так, с завода, и производители знают, что они делают, поэтому либо обращайтесь в сервисный центр, либо читайте гайды, читайте мануалы, таких дорогих, я не знаю, скорее всего, здесь тоже, может быть, не просто термопаст он не всплывался, потому что он на гарантии. Как я его получал в специализированном, скажем так, магазине на Marketplace Wildberries, будет отдельное видео, также мое резюме, почему я выбрал именно этот ноутбук, и, в принципе, совсем скоро увидимся, пиши Donald Duck, если досмотрел до этого момента, при обслуживании компьютера, пожалуйста, будьте очень убедительны и делайте все так, как оно должно быть. Спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания. До свидания.